Всех приветствую, друзья, на своем канале ЯДОВ. Сегодня мне принесли LG G2 Mini D620 модель. Вот есть звуки, изображения нету, тач разбитый в хлам. Судя по всему дисплей тоже заказал. Я делал вот такие детальки. Тачскрин белый на данную модель. Обычный тачскрин, очень тонкий. Ничего особенного. Проклеенный дисплей на G2 Mini. Тоже самое. Очень тонкий дисплей, обратите внимание. Вот цена замены 75 евро на сегодняшний день у нас в дисплее. И тачскрин. Вот я снял уже заднюю крышку. Снял почти все винты. Осталось тут пару винтов открутить. Итак, давайте разберем телефон. Звуки есть, меня это радует. Винты все одинаковые, длинные, серебристые, крестообразной шляпкой. Итак, снимаем батарею на 2440 мА. Достаточно мощная батарея. 8-мегапиксельная камера стоит на данной модели. Отстегиваем заднюю крышку. Отстегнули заднюю рамку. Так, вот здесь, судя по всему, у нас находятся разъемы, которые нам нужны. Разъем тачскрина, разъем дисплея. Давайте проверим запчасти, которые я заказал. Так, подстегиваем временно тачскрин. Дисплей. Переворачиваем. Так, все застегнуто. Включаем телефончик. Так, а кнопка включения у нас находится на крышке. Вот она коннектится с системной платой. Четырьмя контактами через шлейф. Так. Включаем телефончик. Я полагаю, вот эти два контакта. Можно замкнуть. Включили телефон. Просто я знаю, что эти два контакта, потому что я раньше уже прозванивал, ну не эту модель, а другую модель LG с такой же системой включения. У меня, по-моему, G2. G2 старая, нормального размера, которая у нас шла. Итак, загружаем. Загрузился телефон. Загрузился и отключился. Так, опять отключился. Судя по всему, можно подключить зарядку. Подключаем зарядку. По-моему, сила батарея. Да. Один процент батареи. Проверяем графический ключ. Все нормально работает. Экстренный вызов. Можно пробить. Тоже все функционирует, как видите. Итак, давайте отключим телефон. Включаем телефон. Включаем телефон. Снимаем... Снимаем тач, дисплей. Зарядку, батарею. Снимаем системную плату. Аккуратно. Здесь вот у нас паз. Здесь у нас паз. Так, освободили. Смотрим, что нужно сделать. Скотч такой сверху. На драйвере. Так, набираем его в сторону временно. Приклеим его обратно потом, по установке. Так, смотрим, что здесь еще у нас есть. Здесь термопластик у нас наклеен на дисплее. Так, сюда мы наклеим потом скотч черный, который мы сняли. Так, снимаем. Разъем тачскрина. Дисплея. Вот этот вот металлический скотч. Не знаю, понадобится ли оно. Давайте его снимем. Ну, как видите, ничего сложного пока нету. Итак, включаем фен. Я ставлю 300 градусов. Так, смотрим, что у нас с датчиком. Обратите внимание, датчик, резинка датчика у нас стоит на месте. Давайте ее, наверное, вытащим пока. Потому что будем снимать переднюю камеру, тоже можно вытащить. Динамик, наверное, будем оставить. Итак, нагреваем периметр тачскрина. Редактор субтитров А.Семкин Нормально. Хорошо. Нагрели до предельной достаточной температуры, надеваем тач. Смотрим, на чём он у нас сидит, сидит на скотче на обычном двустороннем. Начиная, что дисплей сломан, можно снимать без особых аккуратностей, потому что дисплей всё равно уже сломан. Сняли тач, давайте посмотрим, что у нас здесь осталось. Здесь, как обычно, здесь остаётся прокладка передней камеры. Можно её снять. Потому что, как правило, они не ставятся уже на стёкла, которые заказываете. Давайте сразу переставим её на новое стекло. Удаляем двусторонний скотч. Вытаскиваем дисплей разбитый. Чистим поверхность. Не очень приятно работать на обитом стекле. Очищаем посадку тачскрина. Аккуратно удаляем пыль, грязь. Скотч старый. Скотч старый. Сейчас их использую. Ужарила пряжу опять Butter receives決定. Я единственный врач. Продолжение следует. Услабить парность. Услабить стакле. Смотрим, дабы ничего не осталось. Чем чище, тем лучше, во избежание зазоров дальнейших. Здесь вот у нас был удар, здесь вот у нас рамка немного повреждена. Эту выемку желательно бы исправить. Итак, в общем то поверхность готова. Сажать будем на обычный скотч 3М. Давайте посмотрим, что у нас под пластиком. Я думал, что тач не проклеен. Да, он не проклеен. Он не проклеен. Поэтому будем проклеивать сейчас рамку. Так, давайте проклеим рамку. Миллиметровый скотч 3М, с которым мы постоянно работаем. Вот. Итак, я пока ставлю на паузу. Итак, друзья, продолжаем снимать. Вот я проклеил полностью дисплей. Поверхность рамки, точнее, после проклейки следует как следует прессануть скотч, чтобы по ним не оставалось воздуха. Чтобы он мог, чтобы он как можно сильнее был приклеен к рамке. Вот. Снимаем. Снимаем бумажки. Скотч очень, скотч довольно крепкий. 10-15 минут уходит на проклейку приблизительно. Вставляем дисплей. Вставляем дисплей. Вставляем дисплей. Вставляем дисплей. Вставляем дисплей. Вставляем дисплей. Так. Вставляем дисплей. 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 Так. Вставляем дисплей. Так. Вставляем дисплей. Вставляем тач. Вот так вот всё у нас будет выглядеть. Итак, снимаем защитный пластик. На дисплее с тачскрина. Устанавливаем тачскрин. Можно его прессануть как следует. Чтобы он лёг в рамку. Датчик. Укладываем резинку датчика. Здесь у нас находятся контрольные точки. Вот видите. Здесь одна и слева другая. Всё это должно лечь на контрольные точки. Тут у нас находился металлический скотч. Не знаю, нужен ли он здесь. Далее сверху у нас выходился чёрный скотч. Укладываем его на своё место. Так. Ставим. Системную плату. Разъём гнезда наушников. Камера передняя. Засёгиваем камеру. Разъёмы. Как видите, довольно простая замена. Если заказать дисплей с тачскрином, вполне можно поменять самостоятельно. Собираем винты. Винты все одинаковые, как я уже говорил. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Dove LG G2 Mini. Только что мы с вами заменили дисплей с тачскрином. Всем удачного дня. До свидания.